Добро пожаловать в финальную серию двушки История зацикливается Мы начали нашу серию спасения двушки с этой зоны Ею мы и закончим Напомню, как эта зона выглядела в самом начале После этого мы переделали ее вот в это Получилось очень атмосферно, уютно Но когда я делала серию про спальню Я решила переставить комод и телевизор туда Поэтому, собственно, здесь ничего нет Но это пока Так как это был наш самый первый выпуск Я даже не знала, какая у нас будет концепция Я только нащупывала Поэтому все получилось не совсем так, как я задумывала Поэтому я хочу все это переделать Давайте расскажу, какой у меня план У стены я хочу добавить диван и кардинально его изменить Сверху добавим декора, какой-нибудь постер и точечное освещение Так будет гораздо уютнее и интерьер будет выглядеть дороже Также я хочу сделать кофейный столик Давненько мы его не делали Последний раз я делала кофейный столик из палеты Кто помнит, напишите в комментариях И будет очень много декора В общем, получится просто конфетка Ну, в моих ожиданиях Давайте начнем с дивана Надеюсь, вы помните, что все спасение двушки начиналось с этого дивана Когда Денька был щенком, он погрыз его, вытащил поролон Ваня снова его перетянул в тот же самый цвет Это была единственная приличная вещь в квартире С нормальным дизайном и цветом Поэтому весь мой дизайн строился на его основе Но чем глубже мы идем, тем более изощренные наши серии получаются И теперь я хочу переделать его Мне нравится его форма Напишите в комментариях, если у вас похожая Он с хранением внутри, он с механизмом Но тут проблема как раз-таки в цвете Он красивый, но на нем видно всю шерсть Денни Все-таки этот цвет не для обладателя бежевой собаки Поэтому я хочу все это сохранить Оставить его функциональность И я вам покажу, как сделать простенький, дешевенький диван Гораздо дороже и эффектнее И да, тут есть одно но Этот диван будто бы не соразмерен этой комнате Он как бы очень большой, он трехместный Но как будто бы недостаточно маленький Или недостаточно большой для этой комнаты Вы понимаете, о чем я говорю? Поэтому, если выбирать между тем, чтобы делать его меньше или больше Конечно же я выберу больше Тут просто будет огроменная чил-зона Поэтому в моих планах сделать угловой диван Сохранить этот и сделать к нему пристройку Это как раз не слишком сложно, но при этом это грандиозная переделка А, и забыла сказать, что мы еще освежим стены Потому что вы видите, да, вот эти вот черные пятна Это Денечка любит лежать у стенки Кстати, еще одно преимущество этого дивана в том, что у него разъемные подлокотники И по сути это как модульный диван Мы воспользуемся этим Сейчас мы будем собирать кресло, его основу У меня нету специальной программы типа автокад, которая все это сама вычисляет Поэтому я все рисовала это сама Это было просто вычисление Моя училка по математике должна гордиться мной Поэтому после нарисованного плана, точного как швейцарские часы Нам напилили все детали из фанеры Расскажу вкратце Для начала нам нужно собрать все бока Не может быть, оно идеально сошлось В деле профессионалы Это, конечно, совсем другое дело Гораздо приятнее работать Ты неправильно делаешь, кстати Собака, стой, хорошо, что ты заметила Минус очко Гриффиндору Наживулили нашими скобами, теперь стягиваем саморезами И чтобы дерево в процессе не треснуло Сначала мы просверливаем отверстие И только после этого загоняем саморез В деле профессионалы, говорю Видите, как стягивает аж прям клей по лесу Хороший знак Коробка Класс Так, что мы делаем дальше? Дальше мы приступаем к спинке Далее мы возводим каркас для спинки Кстати, как построить такой каркас И вообще технику сборки мягкой мебели Мы посмотрели вот в этом видео Очень полезное и понятное Здесь сверху должна быть вот эта доска И она должна быть длиннее, чем эта Мы не унываем И мы сделали вот такие вот маленькие проставки Это встает вот сюда А это вот сюда Это ни на что особо не влияет Поэтому Пойдет Это вот большая мотивация Мотивация должна быть всегда Мотивацию нужно поднять Что можно и так Как вы видите, эта планка должна быть выше Этой планочки На толщину фанеры Это надо закрепить Вообще вы сильно можете не переживать Касательно каких-то неровностей Потому что все равно все закроется поролоном Это так, наш внутренний перфекционизм Сопротивление я не чувствую, если честно О, другое дело, Слад Другой разговор Далее сзади спинки Мы приклеиваем вот такую проставку И тут мы ручками показываем Что у нас все сошлось по толщине Везде предусмотрены выступы Под эту планочку Все это закрепили саморезами И после этого мы напиливаем брус Его мы установим внутри нашей коробки Который значительно укрепит каркас Его мы установили в трех местах Все и так было стабильно Но теперь стало еще крепче Классная конструкция Переходим к спинке Мы будем делать ее с помощью Вот такой вот корсажной ленты Она бывает эластичной Такая, знаете, зеленого цвета Но у нас осталось это с прошлой переделки Поэтому мы решили сильно не запариваться И будем использовать ее Корсажная лента с этой стороны натянута Вроде получилось неплохо Теперь поверх прибиваем войлок Насколько я поняла Войлок нужен для того, чтобы Эти корсажные ленты не стирали поролон То есть такая защита Я так полагаю, что можно использовать спамбонд Те, кто занимается мебелью Напишите в комментариях, для чего войлок Но все выглядит очень круто И теперь можно устанавливать крышку Ну, это самое простое, конечно Ее мы тоже вкрутили саморезами Сзади спинки мы тоже установили корсажные ленты Вообще эти ленты могут порядком сэкономить бюджет У нас как раз не было лишней фанеры Приступаем к пуфику Здесь та же самая технология, только нет спинки Так что вам все понятно уже Резистая мобстан пойдет такой У меня для вас хорошая новость Мы запускаем наш второй поток швейного барафона по свитшоту У вас будет возможность сшить классический унисекс свитшот с круглым воротником Или с воротником пола, как у Мил Мил Задизайните, сделайте свой принт И выберите любой цвет Ты точно сошьешь этот свитшот Даже если никогда не шил Потому что наши видеоуроки на чайничьем языке Успей присоединиться к нашему марафону до 20 ноября По самой выгодной цене После этого цены станут выше Все подробности в описании Давай шить вместе А теперь поролон Я очень долго придумывала это появление Оригинально, да? Итак, мы взяли три вида поролона Двойка, пятерка, десятка Они все одинаковой плотности По-хорошему, вот эта пятерочка должна была быть такой, помягче Но у нас не было выбора Ты скажешь, для чего мы вообще взяли такой набор именно? Я не знаю, почему мы взяли такой набор Потому что могли бы взять сразу 15 Ее, по-моему, не было в наличии 15 не было в наличии Будем их склеивать Будь здоров Не вру Сейчас будем резать двойку Я бы вам объяснила, что здесь происходит Но тут все индивидуально и зависит от размеров вашего дивана Я просто измерила нужную длину и ширину И вырезаю поролон Все просто Кстати говоря, разрезать кухонным ножом поролон Это такой кайф Жду не дождусь, когда такие АСМР-видео появятся в ТикТок Получается ровно, как в цеху С двойкой мы закончили Теперь пятерка И теперь десятка Я раскрыла весь поролон Настало время его приклеивания Приклеивать мы будем на вот такой вот клей Он предназначен специально для поролона Купили в магазине, где продается все для производства мебели Там же покупали поролон, войлок и так далее Клей называется Nova Hand И он специально для ручного нанесения Супер! У нас как раз нет краскопульта И safety is number one priority Мы решили наносить валиком Ой, как будто бы клубничное варенье Я буду наносить кистью, посмотрим, что лучше Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok И главный сюрприз, который мы вам хотели показать Это сидушка Это не двойное дно В этом нет никакой задумки Это просто был наш просчет по толщине И нам не хватило поролона Я всегда мечтала о пуфе в Франкенштейне Вообще получилось довольно надежно Боже, мне кажется, что сейчас стол развалится А пуф останется целым Из чего у нас столешница на столе стоит просто Смотрите, довольно надежно Шов не расходится Ничего не рвется вообще просто Если захочу порвать, не порву Тест-драйв пройден Жопный испытатель Спускайся, я подсниму, вдруг упадешь Не вставай на край Там уже нет стола Бомба Пип 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 Все Вау Это, конечно, круть Такое ощущение, что у нас новый диван, да? Да Кстати говоря, ширину этого пуфика Мы рассчитывали, исходя из положения этого дивана В разложенном виде Чисто теоретически Когда раскладываешь диван Все это должно превращаться в одно большое плоское поле И еще один плюс этого размера в том Что у нас все-таки открывается балкон Видите? Все отлично проходит Давайте, кстати, разложим диван По-моему, у нас получился диван размера king size Да Это как огромный топчан Супер Мне кажется, здесь можно разместить огромную семью Пора делать чехол У меня довольно простая форма дивана По сути, состоящая из прямоугольников У меня нет каких-то особенных изгибов Но если вам интересно посмотреть, как выглядела моя выкройка И детали дивана Я выставлю в своем телеграмм Fancy something Подпишитесь, там много эксклюзивного контента И моей личной жизни Ну, переходим к раскрою Да Больше места я не нашла Кроме как на пол Как вам наша ткань? По цвету денки Давайте сравним с денки Сейчас будет тест на соответствие цвета Главный герой По-моему, перфект Вау Ну, слушайте, не будет видно следов шерсти и прочего Ширина нашей ткани метр сорок Поэтому мы будем размещать ткань вот туда Ширина ткани у нас будет располагаться вот так Краим и потом возвращаемся Блин, мне роста не хватает А вот тут я заметила кое-что странное Надо учитывать одинаковое направление ворса Когда мы определились с расположением Эти два огромных полотна мы складываем и сшиваем между собой С этим легко справится бытовая машинка Поэтому все это вы можете сделать в домашних условиях Теперь давайте померим, что у нас получилось Вот как раз-таки в сгибе дивана у нас получился шов Двигаемся далее и отцепляем подлокотник Теперь выкроем боковую деталь спинки И боковую деталь сидушки На этом моменте я хотела вам показать Как отличается цвет в зависимости от направления ворса Теперь вы понимаете мое удивление, да? Вот я перевернула кусочек и все слилось по цвету Поэтому если будете шить, учитывайте это В кое-каких местах я сделала скругленные углы Точно так же, как у меня это выглядит на диване Примеряем деталь бока Ну, должно получиться как-то так Теперь нужно прошить вот это все С этой деталью Сказано, сделано Первая примерка Что за звуки? Офигеть, это чехол! Мне кажется, идеальное натяжение Только не садись, пожалуйста Я хотел прыгнуть рыбкой Это просто совершенство Вау! Единственная сложность, с которой мы столкнулись Это определить направление этого ворса Айслу бегает Я с этой стороны смотрю И так И с другой Вот тут вроде нормально Как вам кажется? Здесь как будто бы разный Вроде нормально Короче, будет так Пойдет! 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 Нет, у меня макияж Я не могу Я как художник прям Как боброс Выгоним чертей из этой кисточки Ну, слушай, оно приклеивается Вау! Вот так Это, кстати, мы пустим на подушки А вот чтобы здесь были скругленные края Мы сделаем вот так И будет плавненько Получилось вполне недурно Дно пуфика мы решили не оббивать синтепоном Поэтому мы все подрезаем У нас получилось так, что спинка выше, чем спинка дивана Соответственно, мы хотим убрать один слой поролона сверху Вот видите вот этот верхний слой? Вот в нем вся проблема Ну, удачи нам Какая жесть Даже смотреть больно Да Надбет Готово! Теперь нужно накрыть обратно Скрываем улитки Классно, что есть синтепон И он нивелирует все эти неровности Смотрите, будто ничего и не было Если бы мы работали мебельщиками Мы бы уже сидели за мошенничество Я сшила чехол для кресла Сейчас попробуем его натянуть Чехол мы в деле На дне закрепили степлером Это уже вне камер С пуфом мы поступаем точно так же Натягиваем чехол При измерении и сшивании я делала все впритык Я очень переживала, потому что не хотела, чтобы чехлы были очень натянутыми Мне хотелось, чтобы в мебели присутствовала мягкость и небольшие складочки По мне так мебель выглядит гораздо дороже Я думаю, что именно такой толстый слой синтепона Помог создать этот эффект Получилось круто Пуфик идеальный Все очень классно, все очень ровно Но на будущее, чтобы жизнь была легче Я думаю, что можно делать этот куб больше И просто обтягивать более тонким поролоном Видите, у меня тут меньше поролона, чем здесь Потому что здесь я подразумевала зацепы Но в процессе я решила, что можно обойтись и без них Но, короче, это, по идее, спинка И все идеально мэтчится Сразу продемонстрирую О, да Это промежуточный вариант Нужно еще шить подушки Но перед этим нужно все хорошенечко пропылесосить Потому что шерсти собралось уже немерено И я сейчас порядком сэкономлю время Потому что ко мне пришел новый пылесос Atwell F16 Ultimate Я всегда мечтала о моющем пылесосе Он одновременно всасывает мусор и отмывает пол Это же какая экономия времени и сохранение спины Я всегда мою пол на корточках Теперь можно этого не делать Кстати, я сама контролирую интенсивность смачивания валика Это очень важный фактор, который позволяет мне мыть полы И пылесосить ковры одновременно Кто убирает ковры, чтобы помыть полы? Снимаю перед вами шляпу Посмотрите на валик Он сдвинут к краю чистящего модуля Это позволяет более качественно убираться в труднодоступных местах Вдоль дивана, плинтусов, шкафов Тщательно промывая углы У Вани довольно большая квартира Но можно не беспокоиться, что заряда не хватит Потому что он работает до 46 минут на одном заряде А я справлюсь гораздо раньше Я в принципе и не выдержу убираться дольше И еще одна классная фишка Не нужно вытаскивать валик, мыть его, сушить Ставим пылесос на зарядную станцию И запускаем самоочистку За 2 минуты он прогоняет чистую воду через патрубки и валик Промывая грязь и волосы После этого на той же станции он автоматически просушивается Поэтому у вас всегда будет чистый и вкусно пахнущий пол Если хотите такого же помощника Atwell S16 Ultimate Переходите по ссылке в описании Монтай устанавливает закрепы на кресло Ну как идет работа? Все прекрасно, уже почти закончилось Засыплять первый Ну а чтоб сошлось теперь Чтобы этот диван выглядел дороже Ему нужно придать мягкости Если вы посмотрите на большинство дешевых диванов То у них очень сильно натянуты подушки Это такой признак дешевизны Конечно не всегда, но в большинстве случаев Поэтому чтобы этот диван выглядел дороже Мы нашьем огромных мягких подушек Как на этих референсах Посмотрите, в этих диванах просто хочется утонуть И чтобы вы понимали Такого рода диваны исчисляются в десятки тысяч долларов Наш бюджет немножечко меньше Но смотреться будет не хуже А теперь коротко, как нашить подушки на диван Вы измеряете диван, добавляете один сантиметр с каждой стороны на припуски на швы И у вас получается квадрат или прямоугольник Таких деталей нам нужно две После этого я сложила сумму всех сторон И у меня получилась длиннющая полоска Это будет бок подушки Высота моей реальной подушки 4-5 сантиметров Сшиваем детали Берем один прямоугольник И прикладываем эту полоску Прям близко к краю Начинаем строчку Отступив 1 сантиметр Доходим до угла Делаем надсечку на длинной полоске И шьем дальше И так по всему периметру прямоугольника Если у вас останется лишняя ткань Отрезаем Покажу поближе Видите, мы почти дошли до угла И на длинной полоске мы делаем надсечку Не доходя 1 сантиметра От угла прямоугольника Прокладываем строчку до этой надсечки Опускаем иглу Поднимаем лапку И переворачиваем деталь И продолжаем шить С помощью этой надсечки Мы оставили наш припуск В 1 сантиметр на шов Когда вы это слушаете Ничего не понятно Я уверена Но в процессе вы поймете Поэтому не бойтесь Все очень легко Это понятно только в процессе Вот что у меня получилось Далее я хочу сделать декоративную строчку Я ее буду прокладывать с лицевой стороны На расстоянии 1 сантиметр от шва Важно в процессе Растягивать ткань в обе стороны Чтобы шов у нас раскрылся Получается очень красиво Посмотрите как классно И на этом этапе мы берем Вторую деталь прямоугольника И сшиваем его с той же самой длинной полоской Все то же самое делая надсечки в процессе Но не забудьте оставить небольшой открытый участок Оба конца длинной полоски нужно сшить между собой Через это отверстие мы выворачиваем подушку Видите у нас уже появилась форма И в это отверстие мы запихиваем синтепон Некоторые заполняют подушки измельченным поролоном Так они становятся пожестче Но я хочу чтобы подушки были супер-супер мягкими Вы также можете регулировать заполненность синтепоном К примеру подушки для спины у меня будут более пышными и набитыми А подушки для попы будут более мягкими и воздушными Открытый участок зашиваем ручными стежками Ничего себе! Боже ты, ты актер! Он так ложится на нее Давай подоткну Тест-драйв пройден Подушечка оценена Как шить такое, вы поняли Реальные подушечки будут конечно побольше Посмотрите какая она мягкая и пушистая И теперь их можно наконец-то разложить на диване Раскладывая подушки я также следила за направлением долевой нити Потому что если их перевернуть, цвета могут разниться Можете не переживать, это не нужно делать постоянно Один раз положили и забыли Боже какой классный диван Вы видите, вы видите как он преобразился И сразу стал таким уютным и мягким Помимо внешнего ощущения мягкости Ты чувствуешь его и физически Диван реально стал мягче Как будто облачко Далее посмотрите на мои референсы кофейного столика Они сейчас просто в тренде Минималистично, элегантно и очень дорого Я рассматривала несколько вариантов Первый вариант керамогранит Дорого и чтобы распилить нужны специальные инструменты Третий вариант гибкий мрамор По сути это такой толстый пластик Для нас выходит чуть дешевле, чем покупка керамогранита Но неудобно транспортировать И потом меня посетила идея Это кухонный фартук Его длина 3 метра и нам хватит одного листа Это ПВХ и он гораздо дешевле всех остальных вариантов Было в белом мраморе и в черном Я выбрала его Она танцевала за кадром Я попросил ее станцевать в кадре Смотрите, как хорошо получается А так, как будто импровизация Я больше не хочу танцевать Мы опустились на самое дно И работаем со вторсырьем Я считаю, это не дно Мне кажется, это экологический подход Чтобы вы понимали Это остатки мебели Прошлых хозяев этой квартиры Мы их пускали на кухню На какой-то шкаф Вот теперь это будет кофейный столик Вот эскиз моего кофейного столика И его размеры Монтай что-то напилил Но так как пилил он Значит, все тут может быть не точно Верьте мне А это остатки от нашего дивана И они будут крышкой нашего кофейного столика Столик мы собираем точно так же, как кресло и пуф Нам просто нужна коробка То же самое боковушки, ламели и крышка Все Давай я лягу такая Рассказала уже, можно не ложиться Вы представили, да? Блин, устала капец Теперь нужно все это обклеить мрамором Вау Посмотрите, какая классная текстура И он такой глянцевый Ну слушайте, никакая пленка вот такое не сымитирует Это очень-очень красиво Видите, он очень плотный Мы решили размечать стороны прямо по ящику Потому что он может быть кривоват Но на деле он оказался очень ровный Инструкция для слабаков Режем ножом Хотя в инструкции лобзиком написано Но мы не сможем это так тоненько сделать Ну как для слабаков, честно говоря Это очень непросто Вау Это наша столешница Мы используем нож, но очень острый и очень хороший Приходится прорезать по 15 раз где-то Режем все остальное? Да Мы раскроили все полотно полностью На вот такие 6 деталей Теперь все это будем приклеивать на жидкие гвозди Начнем с крышки Вау! Это подсвечник И он стеклянный И поэтому-то хорошо упакован Вау! Какая красота! Нет такого синтетического ощущения Даже пахнет нормально Следующий пакет Там, скорее всего, тоже плед Мда Мне кажется, они перепутали цвет Я не особо расстроена Это же просто великолепно Это просто мех Еще и на подкладке И у нас есть вот такая вот огроменная коробка И здесь люстра Сто процентов Она должна выглядеть вот таким вот образом Такой огромный пончик Смотрите Вот такой Вау! Насколько я помню, здесь мы еще покупали ее с пультиком Чтобы можно было регулировать теплоту, освещение Что-то такое Ну и она будет подвешиваться на вот таких вот тросах Очень интересно Надо вызвать электрика, чтобы он нам все это установил ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Я купил билеты Вылетаю завтра Все в порядке? Так, нужно торопиться Бежим за шторами Я хочу шторы и выбираю между этими вариантами Это два оттенка серого Один похолоднее, другой потеплее Я выберу тот, что потеплее Чтобы он сочетался и с серой колонной на кухне И с бежевым диваном в зале Усидим на всех стульях Мы покупаем шторы у одного и того же человека уже во второй раз В прошлый раз покупали для спальни Вот такая милая женщина И вот они наши шторы И она сразу поставила петельки Как это мило Кажется, это были стопперы Да Я уже думала, что она забыла положить Мы уже ее так немножечко Ничего подобного Посплетничали, так скажем Ладно, мягче Я перепутала, может окна, подожди Может быть Я же забыла, что они разные ширины Что-то кажется, надо было пометить как-то Мы это даже вырезать не будем Ай, смотри, перепутало Для вас же пройдет секунда Меняем Сюрприз, сюрприз Выяснилась такая неприятность Что шторы оказались длинноваты Мы хотели, чтобы они были в сантиметре от пола Я не знаю, в чем дело Либо швея немножко просчиталась Либо у нас кривой потолок Ну, ладно, ничего Чуть позже тогда подошьем Хочется уже поскорее увидеть результат Не зря мы сплетничали про швею Это она Ребят, я уже вылетаю Через пару часов Буду дома Все, ребята, Ваня на подходе Нужно скорее приступать к декору И мы наконец-то можем посмотреть Как выглядит кофейный столик в интерьере Эти белые стыки смотрятся неплохо Но я решила их закрасить С помощью перманентного маркера Он не смоется При этом им очень легко корректировать что-то точечно И посмотрите Казалось бы, такая деталь Но теперь этот столик выглядит Как литой кусок мрамора Стало выглядеть гораздо дороже И реалистичнее Это прям как на референсов Только гораздо дешевле Я хотела повесить на стену картину Но таких огромных рамок я не видела Поэтому решила купить тканный постер В комплекте прилагались вот такие крючки Специально для гипсокартона Они очень удобные Забиваешь крючок и подвешиваешь прищепку И посмотрите, что я нашла Это Мона Лиза Только в стиле граффити Смотрится современно и задорно Особенно в бушской квартире Не все так серьезно Включаем наш светильник Все заиграло другими красками С помощью света вы тоже декорируете помещение Вау, как круто Вы что, доделали двушку, пока меня не было? Смотрится Ну что, ребята Двушка наконец-то спасена Это была завершающая серия Но скажу сразу, наши ремонтные путешествия на этом не заканчиваются Потому что у меня есть для вас новость Для тех, кто не знает Мы купили трехкомнатную квартиру И уже потихоньку приступаем к ее ремонту И я, конечно же, все это буду освещать на своем канале Так что ждите больше крутых переделок И ремонтных проектов Мы все ждем ваших комментариев Мы очень-очень старались Поэтому поддержите нас лайками Напишите комментарий И поделитесь этим проектом со своими друзьями В своих сториз или социальных сетях Нам будет очень-очень приятно И если вы хотите научиться шить То присоединяйтесь к нашему марафону По пошиву вот таких вот свитшотов Как всегда, понятное видео от меня На чайничьем языке Для самых начинающих Вся подробная информация будет по ссылке в описании Переходите Ну а мы с вами прощаемся И встретимся в следующем проекте С трешкой Всех целуем Всем пока